привет друзья я рада приветствовать вас на канале кари вы жизнь на кипре и сегодня мы хотим чтобы вы не из наших уст а из уст других людей чуточку больше узнали о кипре их мнению привет девчонки хочу с вами познакомиться и вот поговорить про кипр скажите откуда вы как давно вы приехали на кипр вообще как вас туда занесло привет меня зовут светлана меня аня мы сами из беларуси приехали из минска сюда 7 лет назад мы с супругом постоянно здесь проживаем а сестра к нам приезжает на то здесь то то там ну последние два года из-за вот этих вот коронавирусных всех ситуаций она постоянно здесь живет как мы сюда попали мы 7 лет назад на почту нам начала приходить рассылка из нее мы узнали что есть вообще существует такой северный кипр начали про него немножечко изучать на то время конечно информации было крайне мало но нам понравилось нам хотелось больше солнца хотелось возле моря жить здесь горы даже есть пусть они небольшие но это очень красиво плюс здесь круглый год свежие фрукты и овощи мы сами вегетарианцы поэтому нам и но эта часть она тоже была очень важна девчонки какие вот основные плюсы северного кипра вы бы вот отметили ну давайте я начну для меня конечно здесь в первую очередь это природа это море это солнце это горы это то что дает бодрость какую-то радость жизни и заряд на самом деле вот именно действительно то что это ближе к природе более спокойно потому что когда живешь в относительно большом городе напомню что мы из мельска там все равно вот это какая-то городская суета спешка совсем другая жизнь здесь она более размеренная более спокойная люди доброжелательные и кстати вот что немаловажно северный кипр считается одной из самых безопасных стран мира то есть здесь абсолютно спокойно детей на улицу отпускать можно играть и не волноваться если ты там забудешь кошелек или ноутбука где-то ты вернешься и заберешь это то есть оно будет на том же месте либо и кто-то кто его найдет они тебя обязательно постараются тебя всеми возможными способами отыскать и вернуть тебе вот ну и действительно вот это вот общая атмосфера какой-то солнечность радостность ты даже если весь день работаешь но когда ты в конце дня можешь пойти окунуться в море и вот вся усталость она просто как рукой снимает да я дополню еще насчет людей действительно я когда получается 5 лет моталась беларусь кипр беларусь кипр я получился месяца здесь при там и когда здесь вот просто идешь по улице идет навстречу тебе совершенно незнакомый человек и вы друг другу улыбаетесь но это вообще кайф в минске в беларуси вообще ты вот едешься ну идешь едешься во первых никто никого не знает никто никому не улыбается если ты не дай бог кому-то улыбнешься у виска покрутить отчеты вообще в хорошем настроении извини перебью при том что беларусь достаточно гостеприимная и доброжелательная страна и все равно вот здесь все здравствуй говорят просто вот незнакомые люди здороваются улыбаются помогают всегда если что-то тебе надо узнать и я я когда в беларуси я там получается за три месяца я вхожу вот этот бешеный ну городской режим да и мне уже через месяца три хочется обратно сюда вернуться чтобы вот это вот здесь размеренность спокойствие доброжелательность улыбки незнакомых людей и еще здесь очень круто что здесь люди с разных стран то есть здесь очень сильно расширяется круг знакомства появляются люди самых разных сословий от обычных людей доме до миллионеров алибо бывших миллионеров ну короче очень очень много можно найти себе новых друзей расскажите пожалуйста вот основные минусы которые вас раздражают что-то на северном кипре я уверена что это есть знаешь минусы на самом деле я считаю что у каждого свои да я буду именно за себя говорить мы когда сюда приехали конечно не очень приятно было был тот факт что довольно грязно то есть очень много мусора и мы и мы прямо постоянно идя на пляж мы каждый раз собирали папа несколько пакетов и обидно то что ты собираешь вроде бы становится чисто а через неделю все все тоже самое потому что вот местные жители они абсолютно к сожалению не не приучены у них вот этой культуры нет у нас в беларуси вот просто чем она славится да наверное многие знают это то что очень чисто везде стоят мусорки везде все убирается боемые собственно говоря в принципе даже одна из наших таких хобби деятельности здесь мы организуем уборки пляжей каких-то пикниковых зона именно вот такой волонтерской занимаемся деятельностью уже три года занимаемся и и получается что у нас здесь уже мэры знают чуть ли не президент министерства окружающей среды по туризму то есть у нас в принципе уже здесь знают вот и второй такой вот ну для меня наверное серьезный минус это то что в отличие от благ стран снг это централизованное отопление это конечно очень важно и по и понимаешь ценность этого когда переезжаешь в ту страну где этого нет потому что дома все строятся без утепления и очень быстро остывают когда становится холодно зимой хоть здесь и и конечно минуса нет но все равно там градусов 10 а есть них когда и и 5 и даже пару дней может быть ноль и получается что фактически такая же температура как на улице она и в доме и ой очень очень холодно и обязательно приходится чем-то обогреваться вот вот это вот но неудобно потому что получается ты как бы на улице холодно и ты приходишь домой ждешь что вот сейчас зайдешь будет тепло будет горячая вода а этого нет это нужно еще как-то обеспечивать себе это для меня также конечно для активных людей здесь может быть не совсем комфортно в плане их характера либо менталитета потому что здесь все спокойно размеренно я ваш я ваш по-турецки медленнее медленнее сонра сонра там потом потом и те дела которые в наших странах можно решить за ну буквально там за пять-десять минут здесь это может растянуться на пару дней это такое для меня девчонки вы живете в своей квартире или в арендованной и чем вы здесь занимаетесь так мы живем к счастью нашему своей квартире уже да хотя на самом деле у нас этот процесс заняло целых пять лет мы когда приехали здесь достаточно оплатить 25-30 процентов стоимости и вы уже имеете право вам дается договор приезжать и и жить и вот пять лет у нас заняло то чтобы полностью решить свой жилищный вопрос поэтому сейчас мы можем сказать счастливые люди мы просто живем потому что на самом деле если арендовать это конечно намного усложняет жизни в плане того чем занимаемся в принципе в основном просто какая-то работа в интернете там есть немножко своих проектов в плюс вот мы волонтерской деятельностью по уборке пляжей вот и какие-то такие разовые подработки если кто-то что-то просит помочь или сделать мы 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 это тоже делаем то есть мы в принципе беремся за за любую работу потому что здесь конечно знаете вот у меня образование я я получается работал в минске в проектном институте проектировала контактную сети троллейбуса и трамвая то есть здесь это ну в принципе не не востребовано и ненужного поэтому приходится искать какие-то другие абсолютно не связанные с профессии заработки также в этом году мы занялись еще образованием в университете здесь очень много университетов и для студентов и страны снг дают скидки на обучение от 80 до 100 процентов для студентов из наших стран это очень классная возможность и самое главное то что не надо вообще сдавать экзаменов можно не знать английский язык это это вообще уникальность этого места и студент получает международный диплом с которым он потом может поехать в любую страну мира америку европу австралию куда угодно и обеспечить себе нормальное будущее это вообще отдельная тема можем на эту тему сделать эфир если хотите и последний вопрос что вы посоветуете людям которые решили приобрести недвижимость либо для отдыха либо для того чтобы перебраться на северный кипр навсегда а вы знаете да очень часто знакомые спрашивают задают этот вопрос я на самом деле всегда говорю что не делайте так как мы потому что мы получается просто не 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 зная место не зная ну что здесь можно в одном городе может быть кому-то больше понравится район помогу стим и мы живем в окрестностях гирна да там совсем другой ландшафт другая природа и другой стиль жизни немножко поэтому моя бы рекомендация заключалась в том чтобы если вы рассматриваете северный кипр именно как место для того чтобы жить вы абсолютно ничего не нет не потеряете даже будете в плюсе если вы приедете поживете в течение одного года вы посмотрите все поры года устраивает ли вас уровень жары летом комфортно ли вам зимой здесь да можете пожить в одном месте можете немножечко переехать пожить в другом месте за это время вы разнакомитесь с людьми у вас появится знакомство и вы даже будете в плюсе по стоимости покупки потому что вам обязательно под подвернется тот вариант который может даже дешевле быть чем вы просто не не зная какая недвижимость есть сколько она стоит какие варианты покупки возможны вы приедете на обум купите а потом будете блин а вот я хотел бы вот в том месте плане дело делайте как я вот я просто пять лет приезжаю сюда по три месяца живу было уже в любую пару года в любом в любом месяце поездила по всему кипру знаю как в каждом городе что есть и не уже если бы я тут выбирала где хочу и что покупать я бы конечно это делал уже осознанно да ну и за это время что вот когда чуть-чуть поживешь вы тоже видите все нюансы на что вам в квартире нужно обратить внимание с какой стороны жить там северной солнечном вплоть до этого да если это верхний этаж это может быть летом жарко потому что печет в крышу нет если это снизу там может заползать что-то да то есть но очень-очень много нюансов которые познаются именно в процессе жилья вот ну а так если в плане инвестиций например то это конечно можно просто рассматривать тот проект который вам позволит именно потом после строительства когда поднимается стоимость либо это будет место где востребована аренда то есть для каждой цели смотря какая у вас цель или вы живете сами или у вас детки тогда это другое место выбирать надо либо вы инвестиционных целях то есть здесь здесь валом всего под под любой запрос и не ехать именно вот так вот просто в каком-то в одном взять вместе а потом думать а я бы вот здесь продал и взял в том а продать на самом деле очень сложно потому что опять же очень много всего настроено вот такое небольшое интервью у нас получилось очень интересное познавательное подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите в комментариях ваши вопросы что вам интересно какие темы мы для вас подготовим наши контакты внизу также в комментариях можете писать нам напрямую в telegram ватсап все до новых встреч пока пока